Итак, прежде чем пойти дальше, давайте-ка мы рассмотрим файл настроек. Он у нас будет постоянно расширяться. Что у нас по умолчанию? Ну, открываем в практике Django Settings.py. Вверху мы добавили кодировочку для того, чтобы можно было комментировать на русском языке. Это кодировка UTF-8, которая имеет более, наверное, полтора миллиона символов. То есть, там есть и русский. Обратите внимание, еще раз говорю, когда вы что-то добавляете в Django, всегда добавляйте ссылки. Вот Django-разработчики очень хорошие показывают примеры. Итак, здесь у нас импорт ОС, то, что мы импортировали, и стандартные библиотеки. То есть, пока ничего интересного, участники школы мы с вами рассматривали. В принципе, я вам давал задание это сделать. Следующая настройка у нас, база DIR, мы ее рассматривали. То есть, где сохранять файлы проекта? По сути дела, мы тоже с этим работали в школе. То есть, для участников школы, я говорю, в этих разделах по Python. И здесь вы можете, что сделать? Вы можете, если вы первый раз, просто набрать, допустим, поочли библиотека и посмотреть, да, проделать примеры. С этим надо заниматься. Этому надо потратить определенное время. Либо просто пока скопировать. Вообще, я рекомендую отдельно рассмотреть модули обязательно, как домашнее задание вам будет. SUS пригодится. Модуль SUS и модуль ОС. Оперативная система. Операционная система. Ну, пока мы на этом остановимся, нам достаточно понимать, что сохранять файлы в проекте. Пойдем дальше. Секрет кей. Без него не будет работать. То есть, это идет проверка. Тут вполне понятная настройка. Дебаг равно истина, да. То есть, в боевых проектах будет стоять фалс. Просто сейчас, пока не хочу вставить, можно поставить еще библиотеку, где будет разделяться. Для производства и тестирования. Пока нас устраивает так. Истина, да. Следующая. Настройка. Разрешенные хосты. Мы с вами ее уже проописывали. То есть, когда мы делаем сайт, особенно в производстве, здесь должны быть указаны те хосты, которые разрешены. Иначе сайт работать не будет. Installate Apps. То есть, все приложения, которые у нас, мы будем создавать, а мы будем создавать и блог, там и чат, все они есть, именно добавляются в Installate Apps. Установка приложений. Я думаю, не надо говорить, что Django, прежде чем начать работать, просматривает файл настроек. Милдвер. По сути дела, навряд ли нам придется писать сейчас эти слои, но что это такое, чтобы сказать проще. Вот смотрите. Лучше показать. Вот я нажал на ссылку. Сайт только открывается. Он уже у нас открылся. Но в момент, когда он открывается, срабатывает промежуточный слой. Иными словами, сайт еще не открылся, а Милдвер уже отработал. Он служит для того, чтобы, когда нам нужны какие-то события на сайте, чтобы они происходили еще до открытия сайта, то эти события все происходят. Для этого и существует эта настройка, и здесь есть по умолчанию. Ну, понятно, да? То есть, самые основные, это безопасность, сессии, то есть, чтобы отслеживать сессии, понятно, еще сайт не открылся, а мы уже должны быть на чеку. И так далее. ССРФ, иными словами, работа с формами. То есть, человек еще не открылся сайт, а этот модуль уже работает. И понятно, когда перед ним открылась форма, он готов вводить данные. И так далее, и так далее. Аутентификация, и так далее. В будущем, вам придется, мне один раз, наверное, пришлось за все время писать, потому что все можно сделать без этого. Поэтому даже не буду заморачиваться. Понимаем и все. Routon.conf. Настройка URL по умолчанию основного. То есть, смотрите, у нас есть, сейчас, когда мы создали проект, у нас появилась папка по названию проекта, которая содержит в себе некоторые файлы. Первый файл из системы, init, наверное, уже участники школы уяснили, что если мы создаем папочку с файлами пай, то всегда там должен быть init.py. Мы рассматривали это, то есть, именно этот, благодаря вот этому файлу init.py, питон рассматривает другие файлы, как модули, что облегчает работу, поиск, импорт и так далее. Это настройки ACGI, нам они понадобятся, но у нас они будут свои для чата, то есть, это ассинхронный файл. Дальше, это наш файл, который мы можем уже удалить, help мы создавали, settings, который мы рассматриваем, urls. Именно на этот файл urls и указывает настройка в сеттинг, то есть, указывается проект и файл urls. Почему? Это важно понимать, мы это рассматривали, ведь Django работает откуда? Django работает именно с url-адреса, то есть, вводится url-адрес, сначала он идет в conf, Django проверяет, где находится urls, и отсюда уже именно обращается сюда, и отсюда уже идут по функциям приложений. Мы это в школе тоже рассматривали, я эту информацию даю так приблизительно для новичков, а подробно мы рассматривали с участниками школы в предыдущих уроках, то есть, тут уже вопросов не должно быть. Обратите внимание, я в первую очередь имею в виду, когда сейчас пишу эти уроки, что участник школы просмотрел уроки Python, просмотрел уроки под Django начало, проделал их, и уже достиг хороших результатов, то есть, для него не проблема извлечь url, он понимает шаблоны на начальном и среднем уровне, он понимает вьюху на начальном и среднем уровне, он понимает на начальном уровне шаблоны, а, дайте я запутался, модели догнали до среднего уровня примерно, что такое средний уровень, это человек спокойно может написать модель, две-три модели для блога, при этом, чтобы там были не только просто модели, а там были и отношения, один ко многим и так далее, человек спокойно может извлечь url, человек спокойно читает и пользуется документацией, при написании вьюх классов, то есть, я на это рассчитываю, хотя говорю немножко даже еще, как говорится, проще, да, эту настройку мы не будем трогать, просто она есть и есть, и все, почему она должна быть, следующая настройка у нас идут темплейт, это шаблоны, здесь в данном случае добавлен бэкэнд джанга шаблонов, сюда мы можем добавить второй бэкэнд, но это уже чуть попозже сделаем, джинджу, пока не будем путать себя, то есть, любые движки шаблонов, темплейт, вот эту настройку мы сейчас тоже пропишем сразу, так как мы до нее дошли, и сделаем это следующим образом, то есть, что я сейчас делаю, вот это дирс, то есть, по сути дела, это папка, где джанга будет искать шаблоны, я ставлю стандартную, стандартную вещь, то есть, оперативный систем патч джон, и то, что мы изучали, два аргумента, значит, база дир, это та директория, где хранятся файлы, и название папки темплейт, Ребят, мне к вам огромная просьба, особенно, это касается, разработчиков других языков, смотрите, сейчас мы удалим потом, давайте создадим приложение, сейчас мы будем, питон, менеджер пай, старт, ап, это так создается приложение, то есть, практика джанга, это называется проект, а далее файл настроек, а далее мы создаем приложение, мы сейчас его удалим, мы создаем приложение, д-д-д, вот оно появилось, ребят, смотрите, особенно с других языков, особенно с Java, вот, любят сделать очень некрасиво, а что значит некрасиво, берут, делают, допустим, приложение, видно, почему Java, потому что с RS пишут, ну, понятно, что человек пришел с Java, и потом, здесь ничего нету, а здесь помещают шаблоны, и, понимаете, ну, это очень плохо, вот это вспомните, вот если вы работали с Java, там, C, да, и вы начинаете делать то, что не свойственно этому языку, не переименовывайте на первом этапе шаблоны, ведь это читаемо, понимаете, джанга разработчики позаботились, то есть, кто-то старается шаблоны переименовать какую-то папку, да, на самом деле, если посмотреть большинство профессиональных проектов, того же Russell, Ketamagi, у него никогда не будет изменено, templates, вот я специально нашел некоторые вещи, да, довольно такие мощные, вот, джанга форум, да, вот смотрите, templates, templates сразу считывает, сразу понятно, здесь находятся шаблоны, все, когда вы начинаете переименовывать, если для себя, то это ладно, а если вы собираетесь, чтобы кому-то показать код, и потом, оказывается, смотришь код, и начинаешь искать шаблон, потом, оказывается, открываешь то, что ты считаешь приложением, где должна быть написана модель, где должна быть написана вьюха, оно добавлено в installed apps, и там обнаруживаешь шаблоны, и все, сразу портится настроение, не надо так делать, ни в коем случае, ребята, пока мы это удалим, оно нам не надо, итак, мы указываем templates, здесь мы можем указывать абсолютно любое количество папок, директорий, если другие будут, но если у нас указана папка templates, это значит, что во всем проекте, где бы у нас не находилась папка templates, а мы будем делать папку templates в приложениях, она будет находить эти шаблоны, как правило, этой одной настройки достаточно, если мы хотим что-то добавить, ставим запятую, и далее добавляем, потому что здесь список, далее, эту папку я даже не буду трогать, в некоторых библиотеках ее пытаются исключить, поэтому она просто стоит, не будем заморачиваться, здесь следующее, то, что нам важно, это контекстные процессоры, что здесь сейчас мы видим, контекстных процессоров на самом деле намного больше, и надо писать самому, можно писать, для чего они нужны, вот у нас есть сайт, да, перейдем, допустим, вконтакте, чтобы понимали, вот смотрите, фотография на самом деле, и в джанго, и везде, вот здесь отображается на всех страницах, да, вконтакте, где-то не отображается, но так задумано, так вот, джанго то же самое, если мы хотим, чтобы фотография, либо другая иная информация, отображалась на каждой странице, независимо от шаблона, то мы пишем контекстный процессор, в данном случае здесь отладка, то есть, какие бы мы страницы не работали с ними, везде будет работать отладка, запрос, да, это важно, потому что все функции, в первую очередь, отправляют запрос, авторизация и сообщение, сообщение не надо пузыть не по электронной почте, а просто сообщение, которое вводится на страницы, можно добавить, например, вошли, вы успешно вошли, да, прописываем стандартные сообщения, контекстных процессоров больше, и, возможно, нам понадобится, можно написать свои контекстные процессоры, пока надо понять, что это нужно для того, чтобы нужная нам информация не зависела от страницы, почему, потому что функции, мы будем указывать конкретную страницу, и она будет на ней отображаться, если нам надо, чтобы отображалась на всех страницах, то мы должны написать контекстный процессор, тогда будет отображаться на всем сайте, с этим разобрались, ну, здесь настройка, в принципе, не требует объяснений, она нам понадобится, только при, уже вам понадобится, когда вы будете настраивать тот же Apache, производстве, просто она указывает, где находится WSGI сервер, то есть то, что запускает Django, да, вот оно, и запускает Application, да, то есть здесь тоже эти все настройки, они просто по умолчанию, по сути дела, не требуют нашего вмешательства, датабаза, да, то есть база данных, может быть MySQL, PostgreSQL, и в данном случае SQLite, все здесь понятно, ну, эта настройка тоже, я ее никогда не изменял, потому что нет необходимости, по умолчанию, по умолчанию настройка валидатора паролей, все, мне не надо было изменять, я не думаю, что вам надо будет, далее идут настройки, я в предыдущем уроке, как-то немножко сказал, одну фразу неверную, я сказал там, пилово устарело, нет, пилово не устарело, вот я специально нашел информацию, PyTAC устарело, сейчас мы этого как раз будем касаться, в данном случае, здесь вот написано, ранее, Django проект, всегда была библиотека PyTAC, это часовые пояса, Django 1.4 начинается использовать зону инфо, это стандартная библиотека Python, вы ее можете легко найти, и это если вам надо работать с часовыми поясами, если вам не надо конкретно работать с часовыми поясами, то можете и остыть, я не думаю, что мы сейчас будем работать с часовыми поясами, но вот здесь, ребята, собака порылась, с часовыми поясами мне приходилось работать, и вот тут, когда у вас будет MySQL, вы, конечно же, хребнете, поэтому PostgreSQL, базу данных и все, там и MySQL можно исправлять, MUSCOIL, как там ее называют, но, включая строгую, ну, в общем, я даже не буду объяснять, чтобы не заморачиваться, говорю с часовыми поясами, надо PostgreSQL, тогда никогда мороки не будет, потому что, значит, здесь у нас, мы потом, ну, переведем, не переведем, тут RU надо поставить, пока не будем ставить код, то есть на русском, на каком языке вообще будет отображаться документация, все в Жанго, часовые пояса по умолчанию ТОС, ну, и вот здесь, мы ничего не трогаем, это вам домашнее задание, посмотреть, вот эти часовые пояса, и что вот это, доберите, в принципе, сейчас не нужно, дальше, статика, мы с ней разбирались, да, статик, статик URL, статик root, статик файл DIRS, статик файл FINDERS, эти библиотеки, медиа root, и еще одна вещь, Default AutoField, DjangoDB Big AutoField, иными словами, это настройка, давайте еще раз создадим приложение, сейчас надо ее разобрать, давайте сразу блок создадим, все равно мы потом начнем его писать, я сначала называл дискуссия, потом называл статья, а потом думаю, блок всем привычный, старт, стартап, и так, команду вы запомнили, блок, сразу мы его, что делаем, добавляем в Installate Apps, но вопрос, как добавляем, вот сейчас я, тут есть один момент, как нам надо, конечно можно добавить, вот так, просто, блок, блок, и ставим запятую, ребят, я всегда говорил, участникам школы, говорю вам, это когда-то говорил Головато, и вот я запомнил, вот видите, список, вроде бы запятая, после последнего элемента, не нужна, абсолютно верно, в кортеже нужна, здесь не нужна, но возьмите себе с Django, одну привычку, написали последний элемент, ставьте запятую, просто-напросто, чтобы потом не отвлекаться, потому что, когда вы не возьмете эту привычку, быстро где-то пишешь, потом следующее пишешь, уже поставил, и пошел дальше, потом бас, исключение, все-таки приходится лезть, исправлять, если вы возьмете себя за привычку, несмотря на тип данных, именно в Django, после последнего элемента, всегда ставят запятую, этот вопрос уйдет раз навсегда, это хорошая привычка, посоветовал когда-то головатый, мы могли написать так, блок, вот у нас, но мы сейчас давайте рассмотрим, именно что это за настройка, потому что она нас будет интересовать, и с ней связаны некоторые вопросы, вот это вот, мы открываем наш блок, и видим apps, то есть здесь, где искать приложение, это у нас настройка из конфига, Django добавила к нашему, создала класс блок конфиг, далее default autofield, иными словами, что это такое, а вот мы давайте посмотрим, и в связи с этим, некоторые вещи, я хочу, чтобы вы уяснили, мы это с участниками школы рассматривали, но здесь надо повторить, несколько вещей, которые нам надо повторить, итак, информация находится в моделях, в принципе, очень легко набрать, нам надо ввести, можно Django, primary key, Django первичный ключ, мы находим те же модели, и если мы промотаем, то здесь мы увидим, обязательно первичный ключ, нам важно сейчас понять, зачем и что это такое, хотя мы уже в уроках это рассматривали, но я бы хотел заострить внимание, на некоторых моментах, секундочку, вот эта вещь, автоматическое создание первичного ключа, как мы видим, это именно upconfig, default autofield, то есть big autofield, то есть именно, вот эта вещь создает первичный ключ, откуда он берется и почему, и какой вопрос, надо здесь понять сейчас, смотрите, вот та база данных, которая у нас создалась была, да, открыть базу данных, нашу берем, так, что я хочу сделать, все правильно, вот сюда хочу перейти, так, вот она, итак, любая таблица, у нас сейчас нет моделей, возможно, те, кто работает с базами данных давно, это знают, какую бы мы таблицу не открывали, везде есть ID, то есть, вот это надо сейчас уяснить, мы будем создавать с моделями, то есть, когда мы начинаем, и когда мы будем сейчас описывать модели, далее, постараемся их описывать, постараемся их описывать, то есть, не важно, что у нас в модели, когда мы начинаем описывать модель, любую, первое, что есть в каждой модели, это что? ID, когда мы будем описывать, то есть, первое пишется ID, зачем это нужно помнить, да, кто разработчик, они это и так знают, правильно, а новичок путается, новичок путается, так вот, зачем это нужно знать, ребята, если любая запись имеет ID, значит, по этому ID мы можем извлечь, мы с вами работали в школе, извлекали URL по ID, то есть, она уже есть, нигде ее доставать не надо, ничего делать, так вот, джанга делает первичный ключ, иными словами, первичный ключ привязывается к ID, джанга, когда создает, ОРМ, она создает первичный ключ, который создается автоматом, иными словами, присваивается определенный номер внутри джанга, это делается, это делается при помощи поля, которое мы только что увидели, в каждом приложении, но кроме этого, сейчас уже внесли, не так раньше не было, что создается, по умолчанию это поле, но при помощи него создается первичный ключ, нам ничего с этой настройкой делать не надо, нам просто, что надо знать, что надо знать, это убрать спор, потому что часто спорят одни, я это давал в уроках, что одни ребята говорят, вы знаете, я использую в функциях первичный ключ, мы это будем прописывать, а я использую ID, ID работает быстрее, я не буду сейчас искать исходный код, потому что я давал, мы смотрели с вами исходный код, по ранее в уроках, кто смотрел в школе, там был первичный ключ и ID, то есть это просто переменная, пока ничего запоминать не надо, давайте сделаем вывод с этой настройки, первичный ключ создается автоматически, если мы не указываем иное, иное мы не будем точно сейчас указывать, редко, редко кто указывает, хотя я видел проекты, когда людям надо указать, чтобы было ID именно то, которое мы указали, но это надо какая-то веская причина, поэтому оставляем на автомат, что-то сейчас выучивать тоже не надо, надо просто запомнить одну простую вещь, есть любая модель, есть ID, что для нас это значит, мы к этому будем возвращаться, значит по ID, это номер, как правило, из ID известно, мы всегда можем извлечь запись, то, что мы делали ранее в школе, извлекали записи в URL, все, эту настройку мы тоже пока не трогаем, все это разбирали, с блогом, с самим настройком приложения, будем позже работать, итак, по файлу настроек мы разобрались, он у нас будет расширяться, по сути дела, что желательно сделать, сейчас вам домашнее задание, мы с вами в прошлом уроке ходили на файл настроек, поэтому по каждой настройке почитать, и поставить сюда ссылку, выполняйте, разобрались пока, пока хватит, не пугайтесь, все расставится по местам, просто это была первичная информация, может быть немножко сложновато, но страшного здесь ничего нет, в процессе все установится,